Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Полуэктов Михаил Гурьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы номер 3. Ведёт работу в области инсомнии, расстройств дыхания во сне, медицины сна, нарушений сна у детей. Ученик известного отечественного невролога, академика Александра Моисеевича Вейна. В настоящее время Михаил Полуэктов является президентом Национального общества специалистов по детскому сну и членом правления Российского общества сомнологов и Российского общества исследователей сновидений. Держатель патента на способ диагностики расстройств сна у детей грудного и раннего возраста. Михаил Полуэктов – автор пяти монографий, более 120 оригинальных и обзорных статей в журналах и глав в руководствах и ряда научно-популярных книг по сомнологии. Михаил Полуэктов вновь в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня у нас вторая часть по материалам вашей книги «Загадки сна. Бессонница до литургии». Я напомню нашим зрителям, что первая часть была посвящена природе сна и его назначению. С тех пор прошло некоторое время с момента выхода в эфир с момента нашей записи первой. Прошло некоторое время, и, как водится, в научной периодике появились новые данные. В частности, в августовском номере журнала «Нью-Йорн» исследователи из Калифорнийского университета Сан-Франциско опубликовали сообщение об открытой ими мутации, благодаря которой за 6 часов человек может выспаться. Это редкая мутация. Она встречается у одного человека на 100 тысяч и определенным образом затрагивает ген, кодирующий рецептор известной сигнальной молекулы нервной системы норадреналина. Такую же мутацию экспериментальным образом получили у мышей, и те стали спать на один час меньше своих контрольных собратьев. Так что бессонница им не грозит. А вот бессонница или, говоря научным языком, инсомни, тема нашего сегодняшнего выпуска. Пожалуйста, вам слово, Михаил Владимирович. Конечно, нужно разделять людей, которые не нуждаются в большом количестве сна, и людей, которые хотели бы спать достаточное количество времени, но это им не удается. Большинство, конечно, относится к среднеспящим. Которым нужно минимум 7 часов. Да, которым нужно минимум 7 часов, как было показано в 2015 году. Это результаты такого соглашения международного экспертов, где было сказано, что от 7 до 9 часов здоровый взрослый человек, не имеющий дополнительных особенных потребностей в восстановлении, должен получать еженочно. Вот есть несколько расстройств сна, при которых человек рад бы был получать эти 7-9 часов, но не может по вполне очевидной причине. И сегодня мы поговорим, по каким причинам возникает такое расстройство. Инсомния или бессонница – это самое часто встречающееся из расстройств сна. И такое двойное наименование может иногда ставить в тупик, для того чтобы определиться самому даже врачу, какое название выносить в диагноз. Я хочу показать, какие еще возможны варианты называния этого состояния. Раньше использовался еще термин «диссомния», психиатры использовали термин «агрипния». Мой учитель Александр Алексеевич Вейн не любил вообще термин «бессонница», он считал его бытовым. Он говорит, не нужно ставить все на один уровень с пациентом, не нужно вашим диагнозом подтверждать, что человек действительно не спит, иначе он уверится еще больше в том, что он тяжело и глубоко страдание. Нужно использовать академичный термин «инсомния», «ин» – это то, что внутри, сон на сон – те проблемы, которые возникают внутри сна. Тем не менее, существует официальный перевод международной классификации болезни 10-го пересмотра, где написано «бессонница – органическая этиология, бессонница – неорганическая этиология». То есть можно использовать термин «бессонница». «Диссомния» – искусственный термин из предшествующей классификации расстройств сна. Там пытались объединить в одну категорию и «инсомния» – расстройство с нарушением сна, и «гиперсомния» – расстройство с избыточным сном, но в итоге этот искусственный термин не прижился, сейчас он не используется. И интересный термин «агрипния» – «агрипнитоэкситата» – «болезненная дикая бессонница». Такая очень тяжелая бессонница возникает при нескольких патологических состояниях. Самые распространенные из них – это делириум тременс – белая горячка. Есть еще очень редкие состояния, которые называются семейная фатальная инсомния – это априоновое заболевание, и хореоморфана – тоже редкое аутоиммунное заболевание. При этом используется такой психиатрический термин «агрипния». Но чаще всего, когда врач пишет диагноз, он пишет диагноз «инсомния». Что же такое инсомния? Инсомния – это состояние, которое характеризуется субъективным ощущением недостаточного количества или качества ночного сна. То есть на самом деле не нужны никакие исследования врачу для того, чтобы определиться, есть у человека бессонница или нет бессонницы. Нужно спросить самого человека, доволен он своим сном или недоволен. Хотя при этом есть определенные, конечно, нюансы в постановке диагноза таким клиническим методом. Во-первых, на какие жалобы должен обратить внимание врач? Это любые жалобы на сон. Либо на трудности засыпания, либо это частые пробуждения, либо раннее окончательное пробуждение. И если даже просто человек недоволен своим сном, это тоже симптомы инсомнии. Но в диагностические критерии входят еще несколько пунктов. Человек должен иметь достаточно времени и условий для получения этого количества сна. Если он живет рядом с шумной автострадой, если у него под окном работает отбойный молоток, это не инсомния, это другое расстройство сна, обусловленное внешними причинами. И важным является еще и третий пункт, что в результате вот этого расстройства сна возникает расстройство бодрствования. То есть если человек спит плохо, но чувствует себя днем замечательно, у него, как это ни странно, инсомния нет, потому что у него нет дневных последствий. Эти дневные последствия достаточно многообразны, но любой невыспавшийся человек может потихонечку восстановить все эти возможные дневные последствия. Каковы они? Это сонливость в дневное время, это трудности сосредоточения внимания, это замедленность мышления, это раздражительность, это трудности социального функционирования, взаимодействия с другими людьми. Это все относится к дневным проявлениям бессонницы. И в критерии вот этого третьего пункта входит также беспокойство о своем сне. То есть даже если человек просто днем ему не дает покоя мысль о том, хорошо он спал или плохо, вот если это беспокойство присутствует, это тоже дневной симптом инсомнии. Так достаточно легко вот эти три критерия выполняются фактически у любого плохо спящего человека, но при этом должен выполняться еще четвертый критерий, что нарушение сна должно присутствовать не менее трех ночей в неделю. То есть если два раза в неделю человек плохо спит, у него нет инсомнии. Ну это достаточно формальное разделение, просто экспертная группа собралась и вот решила, что это три, а не четыре раза в неделю. Ну в большинстве случаев действительно в клинической практике такая дихотомия срабатывает. И мы достаточно четко можем выделять людей с бессонницей и с просто ситуационными какими-то нарушениями сна. Сейчас классификация инсомнии очень упростилась. В предыдущей международной классификации расстройств сна выделяли 9 форм инсомнии. Очень трудно было поставить врачу, не специалисту этот диагноз. А сейчас все просто. Есть острая инсомния, есть хроническая инсомния. Острое инсомния это расстройство сна, напомню, частотой не менее трех раз в неделю, которое продолжается менее трех месяцев. Хроническое, которое продолжается более трех месяцев. Неуточненное, но такого фактически не бывает, чтобы человек не знал, три месяца у него или не три месяца он не спит. Поэтому мы всегда выбираем между двумя верхними категориями инсомнии. Такое упрощенное разделение, как ни странно, имеет весьма глубокий смысл. Показано, что вот этот период острой инсомнии, когда организм находится в состоянии стресса, когда по каким-то причинам нервная система перевозбуждена, он не может длиться дольше трех месяцев после прекращения действия стрессового фактора. Если он длится более трех месяцев, значит причина уже совсем другая. Чаще это психологические причины, и лечить нужно по-другому. То есть вот в этом разделении есть прямой выход на лечение. Если при острой инсомнии может помогать лечение достаточно прямолинейное, подавление возбуждающих мозговых систем, то при хронической такой путь не срабатывает. Нужно действовать более тонко, о чем мы дальше будем говорить. Насколько распространена бессонница? Я говорил о том, что это самая частая из существующих расстройств сна. Но на самом деле этот вопрос тоже не так прост. Все зависит от того, какой критерий наличия инсомнии мы будем использовать, когда будем опрашивать большие группы населения в общей популяции. Если мы просто будем спрашивать людей, довольны они своим сном или нет, то 30% скажут, что недовольны. Но среди них будут не только больные инсомниями, но будут больные с опной во сне, например, с именем беспокойных ног, с другими расстройствами сна. То есть это неточный критерий. Если мы будем добавлять еще к этому вопросу наличие дневных нарушений, это входит в критерии инсомнии, тогда не менее 10% людей в общей популяции будут иметь диагноз инсомнии. И несколько исследований очень сложных проводилось с использованием клинических критериев психиатрической классификации DSM-4, которые очень похожи на международную классификацию расстройств сна по критериям этих нарушений сна. И было установлено, что не менее 6% людей в общей популяции подходит под такие строгие критерии инсомнии и бессонницы. То есть это минимальная распространенность в общей популяции. Много это или мало 6%? Это много. Распространенность сахарного диабета 6%. Про диабет мы говорим, мы помним о нем. Врач на приеме видит этих пациентов каждый день фактически с инсомнией, не видит, хотя они к нему приходят. Но он не обращает внимания. Каков портрет больного инсомнии? Кто чаще страдает бессонницей? На этом графике мы видим частоту выявления инсомнии в различные возрастные периоды у мужчин и у женщин. И мы видим, что в возрастном периоде от 40 до 60 лет у женщин инсомния выявляется в два раза чаще, чем у мужчин. Если все это объединить, в целом окажется, что женщины страдают инсомнией в два раза чаще, чем у мужчин. Почему? Скорее всего, виноват гендер. То есть не пол, а то, как человек ведет себя в соответствии своим полом, для женского гендера характерно выплескивание своих чувств, своих жалоб наружу. Женщины чаще жалуются на нарушение сна, мужчины реже жалуются на нарушение сна. И проводилось такое интересное исследование, когда сопоставили распространенность инсомнии в зависимости от роли мужчины и женщины в семье и в социуме. И оказалось, что частота бессонницы у женщин-домохозяек и мужчин-домохозяев, женщин-бизнес-вумен и мужчин-бизнесменов оказалась одинаковой. То есть проблема, скорее, здесь кроется просто в умении поводить наружу свое ощущение, свои жалобы. Поэтому это скорее такая псевдо-статистика. А вот эти летние женщины, они меньше жалуются своих ровесников, мужчин. Ну, им не до этого. Им, наверное, еще не до этого. Не до жалоб. Ну, другие исследования, они подтверждают вот эту распространенность, точнее, вот это соотношение два к одному. Но, скорее всего, все-таки это связано не с истинным биологическим предпочтением, а с гендерными особенностями. Кто еще страдает инсомнией? Чаще страдают пожилые люди. Это тоже показано, потому что у них много поводов и других для нарушения здоровья и для нарушения сна. Чаще страдают люди, работающие по сменному графику. Это тоже показано. И чаще страдают люди, имеющие сопутствующие заболевания. Чем больше сопутствующих заболеваний, тем больше вероятность развития бессонницы. Ну, из этих сопутствующих заболеваний лидируют, конечно, психические заболевания, потому что очень часто они ассоциированы с расстройствами сна. И в критерии многих расстройств психической сферы входят как таковые расстройства сна. При тревожных расстройствах, например, депрессивных. В свое время в Чувашии проводилось исследование нашей отечественной распространенности, инсомнии. Там задавался вопрос, ну такой достаточно поверхностный, бывает ли у вас нарушение сна часто или постоянно. И вот оказалось, что 20% жителей Чувашии и городского, и сельского населения недовольны своим сном. Эти цифры можно сопоставить с примерно такими же, которые во всем мире в крупных странах были получены. То есть российская популяция существенно не отличается по частоте жалоб на бессонницу от популяции других индустриально развитых стран. Причины бессонницы. Сейчас достаточно хорошо разработана теория инсомнии. Понятно, почему развивается это состояние. Ключевым являются так называемые гиперактивации, избыточная активность определенных центров в головном мозге, которые поддерживают уровень бодрствования. Они слишком хорошо поддерживают уровень бодрствования, когда его поддерживать уже не нужно. И виноват, прежде всего, в этом эмоциональный мозг. Это данные функциональной магнитно-резонансной томографии. И мы видим, что те зоны мозга, которые в наибольшей степени вовлечены в реагирование на эмоции, это поясная извилина, например, в центре красным высвечивается. Это отделы, например, мезиосрединные отделы височной доли. Это, конечно, гипоталамус. Вот то, что высвечивается красным и желтым, это центр мозга, которые работают у больных и инсомнии активнее, чем у здоровых людей. Это исследование проводилось не во сне, а в бодрствовании. И вот даже в бодрствовании у них вот эти центры работают слишком интенсивно. То есть уже фоновый уровень повышен. Да, мозг людей с бессонницей, он гиперактивен постоянно. Не только днем, но и ночью. И это и подтверждается данными транскраниальной магнитной стимуляции. Когда стимулировали магнитным полем моторную зону, которая, например, отвечает за движение большим пальцем, было показано, что амплитуда вот этого ответа у больных с инсомнией значительно выше, чем амплитуда в контрольной группе. Мы видим верхний график — это больные инсомнии, нижний график — это контрольная группа. Где моторные зоны коры, а где регуляция сна. Совершенно это отличные друг от друга области мозга. Это исследование подтверждает, что весь мозг у больных бессонницей слишком активен, он неподобающе активен, и это в итоге приводит к затруднению засыпания. Кроме того, показано, что эта гиперактивация реализуется не только в размерах нервной системы, она во всем организме проявляется. В данном случае речь идет о гиперактивности нашей главной стрессовой системы — гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси. На этом графике сравнивается секреция кортизола, главного гормона стресса, у здорового человека и у больного инсомнии. Мы видим, что у здорового человека минимальные значения секреции кортизола, это нижний график, приходятся на время от 20 до 0 часов. В то же время у человека с инсомнией, это верхний график, в это время только начинается подъем уровня кортизола. Перед тем, как ложиться спать, он впадает в состояние такого мини-стресса фактически. И у него этот подъем уровня кортизола всегда превышает значения, которые характерны для здорового человека. В норме у любого человека к утру уровень кортизола растет, но у больного инсомнии, он и вечером высок, и утром растет. То есть это проявление гиперактивации уже на эндокринном уровне. И также можно найти, если изучать другие аспекты деятельности внутренних органов, также найти признаки этой гиперактивации. То есть получается, что больной бессонницей постоянно гиперактивирован. То ли он родился с этой гиперактивацией, у него биологическая предиспозиция, то ли он ее приобрел благодаря неустанному труду или большому количеству социальных взаимодействий. И вот модель развития бессонницы, хронической бессонницы описана была в 87-м году прошлого века, достаточно давно, психологом Артом Шпильманом. Вот он ее схематически представил, как модель 4П. Есть некие предрасполагающие факторы, которые могут способствовать развитию бессонницы. Это, как я уже говорил, это врожденная избыточная мозговая активация. Слишком хорошо работают активирующие системы мозга. Кроме этого, могут быть другие факторы, например, неправильное реагирование на стрессы. Это есть семья, как вы знаете, с так называемым болевым поведением, где боль является причиной отказаться от похода в театр, от какой-то работы. Но есть семья, где избыточное внимание и сну уделяется. Это тоже предрасполагающий фактор, когда человек слишком акцентирован на состоянии своего сна, потому что вся семья акцентирована. Но этот человек спит спокойно до поры до времени, пока не случается второй фактор. То есть первый П – это предрасполагающий фактор, второй – провоцирующий, второй П. Случается стресс. Правильно говорить, это стрессовое воздействие. Чаще всего это какой-то конфликт, это социальное взаимодействие неудачное, хотя может быть стресс изменения обстановки. Но в своей книге вы пишете и про положительные факторы, рождение ребенка, например. Да, и даже что-то хорошее, приключившееся с человеком, но внезапно, не вовремя, насколько это можно сказать. Нечаянное счастье. Тоже является стрессом, тоже уровень кортизола поднимается, уровень мозговой активации увеличивается, человек выходит из зоны комфорта, и у него развивается на какое-то время нарушение сна. И вот это нарушение сна показано здесь таким пиком красным. У большинства людей действие этого стрессового фактора достаточно быстро заканчивается, и сон нормализуется. И даже если при этом есть предрасположенность, все равно в большинстве случаев так называемая острая бессонница, которая возникает почти у каждого, вот она самостоятельно заканчивается. Но не у всех. Есть еще третий фактор, поддерживающий фактор. Это как раз те люди, которые склонны к зацикливанию на своей проблеме. Человек привык, что в семье слишком много говорят о сне, что сон является такой самоценностью особой. Когда он его лишается, он сразу начинает беспокоиться, вернется, не вернется этот сон. Это неправильная организация своего режима, например, сна. Когда у человека развивается расстройство сна, он начинает больше времени, например, проводить в постели, он ловит этот сон, пытается его удержать. Это неправильно, потому что чем дольше он проводит время в постели, тем этот сон становится более поверхностным, и у него уже тоже вот эта акцентуация нарастает на своем сне. То есть есть определенная группа людей, которые имеют вот эти вот неправильные поддерживающие факторы на фоне действия стресса. И когда уже стрессовый фактор заканчивает свое действие, когда давно уже конфликт исчерпан, нежданно полученные деньги потрачены, дети поступили во все учебные заведения необходимые, а сон не вернулся. Потому что неправильно действуют вот эти поддерживающие факторы. И человек становится уже рабом этих поддерживающих факторов, которые не дают ему забыть о своих проблемах со сном. И в довершение 4-е П добавляется еще павловский условный рефлекс. Человек вечером собирается идти спать, вроде бы чувствует себя спокойно. Заходит в спальню, там подушка, на которой столько слез выплакано, столько бессонных ночей было проведено, и у него, независимо от его желания, этот рефлекс развивается, и дополнительная активация, которая тоже закрепляет вот это нарушение сна. Вот так модель 4-е П описывает превращение острой случайной бессонницы в хроническую бессонницу у некоторых людей. Вот развилась хроническая инсомния, длится она какое-то время. К чему это в итоге приводит? Последствия инсомнии, я вот говорил о том, что сахарный диабет встречается так же, как инсомния, о нем говорят больше, потому что медицинские последствия сахарного диабета, конечно, велики. Последствия инсомнии прежде всего лежат в социальной сфере, поэтому не так много внимания уделяется проблеме инсомнии. Это снижение работоспособности, например. В два раза снижается производительность труда у работников, плохо спящих в среднем, повышается риск, например, неприятных каких-то происшествий на рабочем месте. Например, показано, что постовые медицинские сестры, плохо спящие, чаще колются иглами. Это очень неприятно. И было такое интересное исследование, где сравнивались потери работодателя от презентиизма. Есть абсентиизм, когда человек заболел и не пришел на работу. Это один феномен. От него теряет работодатель. А есть феномен презентиизма, и он более значим, как в некоторых странах, с фиксированной оплатой труда. Работодатель должен все равно заплатить этому человеку, как нормально отработавшему свой день. При этом он не выдал на гора свой объем, и поэтому его работодатель в итоге потеряет больше, чем если бы он платил по минимальной ставке отсутствующему человеку, который находился в это время на больничном. Интересный такой феномен. Повышаются риски развития депрессии в 2-4 раза. Повышаются риски злоупотребления, потому что люди начинают прибегать либо к снотворным препаратам, либо к алкоголю. И в связи с развитием такого хронического малосонного состояния снижается внимание, скорость реакции, увеличивается риск попасть в дорожно-транспортные происшествия тоже где-то в 2 раза. То есть риски для людей, болеющих бессонницей, они прежде всего лежат в социальной сфере, но они очень значимы. Они влияют и на жизнь, и на их экономическое состояние. Медицинские риски тоже существуют, хотя они не так очевидны. Это более тяжелое течение, как говорят, классических заболеваний, с которыми привыкли иметь дело терапевты. Что сейчас доказано? Доказано, например, что наличие бессонницы хронически сопровождается с ускорением снижения когнитивных функций. И сейчас очень много работ посвящается изучению связи, например, развития болезни Альцгеймера с нарушениями сна. Показано, вот я говорил об этом в своей прошлой лекции, что во время сна наиболее эффективно удаляются так называемые балластные шлаковые белки, в том числе бета-амилоид, которые винят в развитии болезни Альцгеймера. И вот действительно было показано, что при наблюдении, например, в течение трех лет люди с наличием расстройств сна на начальном этапе продемонстрировали более быстрое снижение когнитивных функций, чем те, кто не имел расстройств сна в пожилом возрасте. Поэтому клиническая бессонница влияет, конечно, на когнитивную сферу. А на какие другие сферы деятельности организма влияет, что именно доказано? Вот доказано, например, что у людей с бессонницей с сокращением времени сна увеличивается риск развития артериальной гипертензии. Это очень известная работа, и очень давно уже опубликованная, в 2006 году в журнале Hypertengen. И в ней было показано, что люди среднего возраста, мы видим средний график возрасте от 32 до 59 лет, которые спят меньше 5 часов, имеют на 60%, то есть в 1,6 раза больше риск заболеть гипертонической болезнью, чем люди, которые спят 6 часов и больше. На самом деле 6 часов тоже плохо спать, но по другим причинам. Но вот в плане повышения риска гипертонической болезни имеет значение только снижения времени сна до 5 часов и меньше. Повышаются риски нарушения толерантности к глюкозе и развития сахарного диабета. Вот в данном случае, в этом исследовании было показано, что малоспящие люди, имеющие инсомнию, имеют вот эти вот риски в 2-3 раза больше, чем люди с нормальным сном. То есть если человек с нормальным сном, спящий 6 часов и больше, имеют отношение шансов всего в единицу, то есть никак не повышается риск, то больные с насомнии, время сна которых составляет 5 часов и 6 часов, уже в 2 раза повышают этот риск, а те, кто спит меньше 5 часов, уже в 3 раза больше рискуют заболеть сахарным диабетом. И в итоге это выливается в повышение уровня смертности у людей, которые страдают бессонницей от разных заболеваний. От сердечно-сосудистых, от эндокринных заболеваний и от дорожно-транспортных происшествий, потому что здесь речь идет о общей смертности. И мы видим, что за период наблюдения в 20 лет на 10% отличалась смертность у людей, которые имеют перзистент, то есть постоянную инсомнию, это нижний график, по сравнению с теми наблюдавшимися пациентами, которые никогда не имели бессонницы или имели эпизодическую бессонницу ситуационную. Вот их смертность была на 10% ниже. Таким образом, как-то неудивительно, инсомния является не только социально вредным состоянием, но имеет достаточно серьезное медицинское звучание, снижает продолжительность жизни. Каковы основные виды инсомнии? Потому что от этого мы отталкиваемся, когда уже назначаем лечение. Я говорил о том, что такая грубая дихотомия, разделение на острую и хроническую инсомнию, работают неплохо. Острая инсомния — это самая частая форма бессонницы. Она случается, мы видим, в течение года у фактически каждого пятого человека. Какой-то стресс, какое-то событие, три ночи человек в неделю не поспал, у него уже готов диагноз острой инсомнии. Чаще всего эта острой инсомнии на этой же неделе и заканчивается. Стресс заканчивается, нервной системой уже восстановлены. Ну, нервной системой так не надо говорить. Вот психические функции приходят к норме, и сон нормализуется. Для того, чтобы ставить диагноз острой инсомнии, должен иметь место идентифицируемый стрессовый фактор, то есть какое-то изменение, резкое изменение жизненных условий. Но эта связь поддерживается не более чем в течение трех месяцев. Если больше трех месяцев длится это состояние, значит проблемы в другом, причина в другом. Тогда развивается хроническая инсомния. Выделяют несколько фенотипов хронической инсомнии, они немного отличаются друг от друга, хотя в итоге лечение примерно одинаковое. Вот я забегу вперед, скажу, что при острой инсомнии лечить нужно подавлением вот этой вот гипервозбудимости, гиперактивации. Для этого используются чаще всего агонисты гам-К рецепторов, траквилизаторы, например, снотворные препараты. А вот при хронической инсомнии, в зависимости от подтипа хронической инсомнии, используются и снотворные препараты, и антидепрессанты, и методы психологического воздействия, различные виды психотерапии. Вот интересная форма и достаточно распространенная хроническая инсомния связана с определенными особенностями личности пациентов, которые зацикливаются на своей проблеме. Как чаще это бывает? Человеку предстоит какое-то важное мероприятие, он к нему готовится, беспокоится, думает, дай-ка я лягу, высплюсь заранее. Он ложится и не спит, потому что он уже к этому мероприятию продолжает готовиться, у него уровень активации повышен. Он не спит несколько часов, потом говорит себе, мне срочно нужно заснуть, иначе завтра я не высплюсь, будет еще хуже. Когда он себе это говорит, у него активация еще возрастает. И засыпает он только, когда забывает, что ему срочно нужно заснуть, а потом эта история разворачивается на следующие ночи, когда он приходит снова в постель, говорит, я ужасно себя чувствовал, я не выспался, мне срочно нужно заснуть, потому что у меня завтра тоже будет важное мероприятие. И так он себя вводит, вот удачный англоязычный термин, learned insomnia, заученный insomnia, он сам себя учит не спать, поскольку он учит себя постоянно беспокоиться о том, что он не добирает своего сна. И у него формируется так называемый страх постели. Когда он не думает, что ему пора спать, он не беспокоится. Как только он подумал, что ему нужно спать, и опять могут возникнуть проблемы, у него нарастает уровень вот этой гиперактивации. Этой insomnia подвержены люди, здоровые в психическом отношении. У них нет тревожного расстройства, депрессивного. Это обычные люди, но с небольшой вот такой психологической особенностью. Есть другая форма insomnia, характерная для пожилых людей, прежде всего, это псевдоинсомния. Она связана с определенными особенностями запоминания и с определенными вообще акцентами тоже внимания, которые человек на своем здоровье делает. В частности, люди, которые более внимательно следят за своим состоянием своего здоровья, за своим сном. Это называется еще состояние псевдоинсомния или агнозия сна. Когда такой человек приходит на прием к врачу-сомнологу, он сразу с порога говорит, доктор, я не сплю. Врач говорит, что совсем не спите, доктор. Я совсем не сплю. И давно вы совсем не спите. О, доктор, я 20 лет совсем не сплю. Доктор понимает, что такого не может быть по физиологическим законам, что какое-то время пациент все равно должен спать. Но убедить его оказывается почти невозможно. Потому что такова особенность памяти этого человека, что он акцентируется очень хорошо на периодах бодрствования, и он полностью амнизирует периоды сна. Здесь обязательно нужно проводить исследование сна, для того, чтобы как-то найти какие-то точки, для того, чтобы договориться с пациентом о том, что он все-таки спит. И мы делаем такое исследование. Здесь я хочу показать структуру сна здорового человека. Здесь мы можем увидеть, что данный пациент достаточно быстро заснул, его сон углубляется, потом становится более поверхностным, такая характерная цикличность наблюдается, это нормально. А вот что мы увидим у больного с псевдоинсомнией. Это схематично, но так чаще всего и бывает. Мы видим, что на фоне вполне приличной структуры сна возникает большое количество пробуждений и длительные периоды бодрствования. Это вот обозначено черными столбиками. Это периоды, когда человек лежит с открытыми глазами, он все замечательно слушает, и он очень хорошо запоминает те периоды, когда он лежит и мучается, потому что это еще эмоционально подкрепляется. Но потом сознание у него тогда включено. Да, сознание включено, и он очень хорошо эмоционально подкрепляет вот эти вот периоды, вот от этого запоминание улучшается в еще большей степени. И наутро он действительно расскажет, что вот там собаки лаяли, трамвай ходил, всю ночь было, все ужасно было. А когда мы посчитаем, на самом деле, чистое время сна, оказывается, что он спал не пять часов, которые вредны для сердечно-сосудистой системы, и не шесть часов, которые вредны для эндокринных функций. Он спал, например, шесть с половиной часов, а он считает, что не спал совсем. И здесь, конечно, мы должны начать с ним договариваться, и это лежит как бы в области скорее психотерапии, работа с такого рода пациентами. Еще одна отдельная фенотипическая форма хронической инсомнии это нарушение гигиены сна. Нередкая ситуация, и хороша она тем, что стоит только начать соблюдать вот эти правила гигиены сна, так как сон почти нормализуется полностью. Чаще это пожилые люди, у них свой режим неправильный сна, потому что они уже не имеют вот этого дисциплинирующего характера производственной деятельности, им не надо раньше вставать, они могут вечером полежать у телевизора часика-два, они могут в постели также с включенным телевизором заснуть, утром им не надо вставать, они могут тоже подольше полежать. И все это приводит к тому, что они перестают ощущать свой сон, их сон как бы размазывается, становится поверхностным, и уже они его ощущают как неполноценный. И, соответственно, они днем жалуются, что они, не дополучив сна, не чувствуют достаточно бодрости. И в дневное время они тоже склонны подремать. Что мы можем увидеть при использовании специальных методов исследования у таких пациентов? Есть распространенный метод амбулаторного исследования сна, называется актиграфия, когда носимый датчик одевается на несколько суток на руку, и он регистрирует двигательную активность, и по определенному коэффициенту пересчитывает ее в наличии отсутствия сна. И вот здесь мы видим, например, двигательную активность пациента в течение нескольких суток, подчеркнут период, который соответствует ночи. И мы видим, что ночь он провел плохо, у него много периодов высокой активности, хотя были и периоды засыпания. Но не это интересно, а интересно то, как он провел день. Стрелочками отмечено, что днем он три раза успел отдохнуть и, вероятно, поспать. И таким образом он испортил себе следующую ночь. Таким образом мы можем определять, насколько человек правильно соблюдает режим сна, являются ли вот эти вопросы гигиена сна критичными. Я правильно понимаю, что дневной сон вообще вещь не рекомендуемая сомнологами? Дневной сон хорош для здоровых людей, показано, что он повышает производительность труда, и плох как раз для людей с нарушением хронической бессонницы, в частности, с нарушением гигиены сна, потому что он отнимает время от ночного сна, снижает уровень давления сна. Но непродолжительный дневной сон. Да, показано, что наибольшим эффектом обладают кратковременные засыпания на 10-20 минут, максимум до 30 минут. А потом, интересные данные были получены, что у людей, которые спят ежедневно больше 30 минут днем, у них даже уровень заболеваемости и смертности повышается от других болезней. Удивительные данные были. Ну, хорошо, продолжаем. Да, еще одна форма хронической бессонницы, бессонница вторичного характера. При психических заболеваниях, болезнях внутренних органах, достаточно сложно быть уверенным, что нарушение сна у этого человека связано с каким-то конкретным заболеванием, с хроническим гастритом, как доказать, непонятно. С психическим заболеванием бывает проще, потому что чаще это начинается одновременно с развитием другой симптоматики. Болевой синдром, это самое простое, конечно, когда боли мешают сна. И может быть, человек это не осознает, но вот как-то подтачивает качество сна. И вот современные представления о связи бессонницы с заболеваниями, они как-то эту связь пытаются не игнорировать, а как-то в сторону отставить. И сейчас принято говорить о коморбидности бессонницы. Коморбидность инсомнии с психическими заболеваниями, с болезнями внутренних органов. То есть, скорее всего, есть факторы, которые способствуют развитию и психического заболевания, есть факторы, которые способствуют развитию и бессонницы, но есть какой-то третий объединяющий их момент, который, скорее всего, вызывает развитие и того, и другого. Но иногда доказать связь с заболеванием можно все-таки, если расстройство сна начинается непосредственно после начала заболевания, например, развился психоз и во время психоза нарушение сна. Ну да, здесь причина следственности понятна. И когда периоды утяжеления инсомнии совпадают с флюктуацией клинической картины болезни. Когда проводили исследование коморбидности, насколько часто встречается первичная бессонница без сопутствующих состояний и коморбидные состояния. Оказалось, что первичная инсомния это очень редкое гостье, по крайней мере на приеме врача, эти данные из клинической практики. 12% только случаев первичной инсомнии, а чаще всего инсомния сопутствует депрессивным состояниям и тревожным расстройствам. То есть психическая патология имеет высокую коморбидность с нарушениями сна. Неудивительно, что в критерии многих расстройств психической сферы входит еще и нарушение сна. Особой формой хронической инсомнии является инсомния, связанная с приемом лекарственных препаратов или других веществ. Мы знаем, что очень сложно работать с такими пациентами. Попытка отменить у них привычный снотворный препарат вызывает синдром абстиненции, становится значительно хуже не только в отношении сна, но и в отношении общего состояния. Ничего не делать мы тоже не можем, потому что те же привычные две таблетки снотворного препарата, которые год назад помогали спать, сейчас уже не помогают. Пациент спрашивает нас, не принимает ли ему третью таблетку снотворного препарата. Чаще всего зависимость такого рода развивается на фоне приема бензодизепиновых снотворных препаратов, старых снотворных, можно так условно сказать. Препараты в барбитуровой кислоты, как это неудивительно, до сих пор они принимаются в качестве снотворных. Известные комбинированные средства, волокордин, корвалол, используются в качестве снотворных препаратов, потому что их используются в домашних условиях, без назначения врача, и это приводит к развитию такой зависимости достаточно грубых. Алкоголь также используется в качестве снотворного средства, и также встает вопрос о лечении бессонницы, но чаще в структуре алкогольной болезни, когда человек не может засыпать без приема алкоголя. Что же делать? Каким образом мы боремся с различными формами бессонницы? И хронической инсомнии, и острой инсомнии. Есть некие универсальные правила, которые можно рекомендовать человеку и со стрессовой бессонницей, и с хронической инсомнией. На этом перечне это гигиена сна. Гигиена сна хороша всегда, она всегда немножко помогает засыпанию. Дальше я эти правила гигиены сна приведу и разберу. Есть очень модное сейчас направление, которое называется когнитивно-поведенческая терапия инсомнии. Во всем мире она признана методом выбора в лечении хронической бессонницы, но в ее применении есть определенные сложности. Используются снотворные препараты для лечения бессонницы. При острой инсомнии обычно именно снотворные препараты являются методом выбора в лечении. Пока на человека действует стрессовый фактор, нужно его нервную систему, нужно психику защитить от действия стрессового фактора, дать возможность сну реализовывать свою собственную защитную функцию. И для этого назначаются снотворные препараты из упомянутых групп, бензодизепиновые препараты, Z-препараты, агонисты мелатониновых рецепторов, антагонисты орексиновых рецепторов. Я отмечу, что последних двух, к сожалению, в России нет возможности получить. Препараты мелатонина и агонисты гистаминовых рецепторов имеют свои зоны применения. Препараты мелатонина чаще применяются при хронической, не тяжелой бессоннице у пожилых людей, а агонисты гистаминовых рецепторов хороши для кратковременной бессонницы, потому что их не рекомендуется принимать в течение длительного времени. Я говорил о гигиене сна. Что же входит в эти правила гигиены сна? Во-первых, режим. Необходимо соблюдать режим сна и бодрствования. Человеку, у которого возникает нарушение сна, он должен обратить на это внимание. Ложиться спать, вставать в одно и то же время. Не спать и вставать в одно время, а в установленное время ложиться, в установленное время вставать. Должен формироваться рефлекс, опять же, тот же павловский рефлекс. Стрелки показывают такое-то время, организм переключается в сонный режим. Ограничить умственную и физическую активность за час до укладывания в постель. Необходимо ограничить вот эту мозговую гиперактивацию. Если у человека и так имеющую бессонницу, она избыточная, нужно минимизировать эту активность, не поддерживать ее. Прогулка хороша, теплое молоко хорошо, с медом. Все что угодно, что отвлечет человека от его тревожных мыслей, от производственных каких-то забот его, от проблем семейных. Лучше позаниматься чем-то привычным, таким рутинным, не возбуждающим. Детям мы рекомендуем еще раньше закончить общение с компьютером, с телевизором и с приготовлением домашних заданий, что тоже является возбуждающим фактором. Отказаться от употребления стимулирующих, нарушающих сон препаратов. Ну, все-таки обычно редко кто кофе, конечно, употребляет перед сном и колу. Ну, такая общая рекомендация за несколько часов до сна. Соблюдать режим питания. Не переедать, не ложиться голодным. Ничего страшного, на самом деле, от перекуса перед сном нет. Но нужно просто не есть слишком много, чтобы увеличенный желудок не поджимал диафрагму и не затруднял дыхательные экскурсии у человека в лежачем положении. Комфортные условия в спальне, минимальный уровень освещенности, шума, температура, матрас, подушка, постель, одежда для сна. Такие общие рекомендации. На самом деле нет никаких научных данных, на сколько градусов должно быть спальни, на сколько должен быть удобный матрас, и какого размера должна быть подушка. Ни одного исследования на эту тему не проводилось. Это легко эмпирически, субъективно, наверное, подобрать. Эмпирически, субъективно, но не научно. Непонятно с плацебо, как это соотносится. Постель предназначена только для сна, вне запрещена любая активность, кроме сексуальной, потому что повышается, опять же, эта самая активация. Если человек ложится в постель, читает книгу, у него мозг работает, активация повышена. Смотрит телевизор, даже слушает радио, все равно у него эта активация поддерживается. Сексуальная активность является исключением, потому что в это время выделяются еще естественные биологические факторы расслабления, удовольствия, и это способствует переключению в спокойный режим, снижению активации. Ну и методом, который сейчас является главным в лечении хронической бессонницы, является когнитивно-поведенческая терапия. Она включает в себя работу с пациентом, работу специалиста-психолога, который обладает навыками ведение переговоров с пациентом, научение его правильному ведению себя в отношении сна и правильному соблюдению определенных правил. Начинается обычно с обсуждения того, на чем человек зациклен, что ему мешает нормально засыпать, о чем он все время беспокоится. Вот есть такое понятие сократического диалога, когда сначала приходит в некое согласие с респондентом, а потом наводит его, опять же, вопросами на мысли о том, что его позиция не совсем правильная, что можно ее улучшить. В этом смысл работы. А потом уже начинается поведенческий эксперимент, когда пациенту предлагают что-то изменить из того, что у него неправильно, и посмотреть, что из этого получится. Обычно когнитивно-поведенческая терапия делится на несколько сессий. Обычно это 6 сессий, не продолжительностью, а в интервале 1 неделю. То есть в первой неделе, например, обсуждается, как правильно нужно спать, выявляется несколько типичных ошибок, дается задание на исправление одной этой типичной ошибки. На второй неделе обсуждается результат. Человек уже немножко изменяет свое впечатление, свое мнение. Дается следующее задание о себе же. И так постепенно его внутренние неправильные убеждения уходят, поскольку он сам на своем опыте уже ощущает, что он был неправ. Если ему в лоб это сказать на первом сеансе, он сразу ощетинится, сразу не будет принимать психотерапевта и уйдет от него. Какие неправильные дисфункциональные убеждения часто встречаются у больных бессонницей? Нужно спать 8 часов в сутки? Ну, не обязательно, потому что есть люди, которым нужно спать и по 6 часов. Да, нормой является от 7 до 9 часов. Может быть, вы не тот человек, которому нужно спать обязательно 8 часов. Давайте ограничим время сна до 7 часов, и на следующей неделе с вами посмотрим, что ужасного произойдет. Серьезные последствия для моего здоровья. А вот есть данные исследования, например, что для того, чтобы на давление, вот эта бессонница на вашу повлияла, вам нужно спать только 5 часов или меньше. Но вы-то спите все-таки немногим больше 5 часов, а там риск почти нулевой. Поэтому не беспокойтесь. Из-за бессонницы получаю недостаточной энергии, поэтому на следующий день нужно избегать сложной работы, общения с коллегами и друзьями. Не нужно этого делать, поскольку минимальное время, я затрагивал это как раз в предыдущей лекции, для восстановления жизненных функций составляет 5 часов. Если вы будете спать 5 часов и грести на лодке через Атлантический океан, вы все равно доплывете до противоположного берега. То есть не нужно катастрофизировать. И так постепенно идет работа, достаточно сложная, которая в итоге приносит свои плоды. Поэтому когнитивно-поведенческая терапия является методом выбора. Кроме того, в процессе этой работы добавляют еще рекомендации. Есть несколько методов, которые, модификация режима, которые тоже являются частью когнитивно-поведенческой терапии. Наиболее известен метод ограничения стимуляции. Ложиться в постель только при появлении сонливости. Не оставаться в постели при отсутствии сна. Если не спится, встаньте, походите, потом ложитесь. На чем основана эта рекомендация? Сон организован циклически. Периоды поверхностного сна и глубокого повторяются каждые полтора часа. Соответственно, если вы сейчас находитесь на пике возбуждения, то через полчаса это возбуждение все равно будет более низким, и вам легче будет заснуть. Поэтому не нужно себя накручивать в это время. Можете отвлечься, через полчаса ляжете, и, скорее всего, заснете. Я уже говорил об исключении любой активности в постели, которая повышает мозговую активацию. Я уже говорил о необходимости поддержания фиксированного режима сна, укладывания в определенное время, подъема в определенное время. И исключение дневного сна также входит в эту рекомендацию по ограничению стимуляции. То есть когнитивно-правильническая терапия — это такой комплекс мероприятий, который направлен, с одной стороны, на организацию правильного режима, с другой — на ограничение внешней стимуляции, вот этой гиперактивации, чтобы не было, и с третьей — на изменение вот этих неправильных представлений человека. Переоценка своих ценностей, да. Но человек должен сам прийти к этому, потому что это его внутреннее убеждение. Оно не поддается простому внушению со стороны психотерапевта. Действительно, мы проводили собственную работу, первую в России вообще, по применению когнитивно-поведенческой терапии при инсамне, и получили очень интересные результаты, когда мы сравнивали тех же самых пациентов на фоне применения вот этой нелекарственной методики и лекарственной методики стандартного снотворного препарата, в данном случае запеклона. И мы здесь можем увидеть, что при применении и когнитивно-поведенческой терапии, и запеклона, вот здесь вот, после лечения, эффект был одинаковым. То есть выраженность проявлений бессонницы по определенной анкете, она снизилась одинаково на том и другом, на той другой интервенции. Что интересного мы потом увидели. Когда мы провели отмывку, то есть закончили лечение, тогда через две недели эффект лечения снотворным препаратом снизился. Мы видим, что он стал возвращаться к исходному. А эффект применения когнитивно-поведенческой терапии сохранился. Потому что мы научили человека правильно относиться к своему сну. Именно поэтому когнитивно-поведенческой терапией считается наиболее перспективной. Проблемой ее является то, что это должен делать специально обученный человек, психолог лучше, или врач, все-таки прошедший специальные курсы. И это длительные процессы. Это 6 недель. Далеко не каждый пациент эти 6 недель выдерживает. И поэтому, конечно, в общей клинической практике чаще все-таки для лечения бессонницы используют различные варианты снотворных препаратов. Я напомню эту классическую, так называемую, флип-флоп-модель, которая объясняет, почему в определенный момент времени мозг погружается в сон, в определенное время пробуждается. Это возникает из-за того, что в мозге есть разные группы притяжений, разные центры. Одни из них поддерживают уровень бодрствования, их насчитывается 8, они расположены в разных отделах мозга. И есть 4 центра сна, которые стремятся погрузить мозг, наоборот, в состояние сна. И вот как на качелях, почему называется флип-флоп-модель, эти центры между собой борются за главенство, за управление мозгом. Но в дневное время на стороне центров бодрствования играет еще очень мощный центр, мощная система, система внутренних часов. Вот здесь вот находятся внутренние часы гипоталамуси, которые активируются именно в дневное время. И когда они активны, точнее, они активны все время, но они вот эту активацию распространяют... То есть это циркадные ритмы. Циркадные ритмы, да. Но они свою активацию в дневное время доносят до центров бодрствования, до этих центров. И они помогают центрам бодрствования держать мозг под контролем, не давать ему засыпать. Как только на улице темнеет, стимуляция внутренних часов снижается, и центры сна захватывают контроль над мозгом, потому что их действие преобладает над действием даже восьми центров бодрствования. И на этом построена, собственно говоря, модель управления сном. Либо мы усиливаем действие тормозящих систем, либо мы ослабеваем действие бодрствующих систем. То есть либо на одну чашу весов мы действуем, либо на другую, чтобы вызвать сон. Начинает, ну, рекомендуется начинать обычно с не лекарственных препаратов, точнее, с лекарственных препаратов, с препаратов лекарственных трав, да, то есть не с официальных, да, вот рецептурных препаратов, а с того, что можно купить без рецепта. Интересно, что эти препараты обладают фактически нулевой эффективностью в отношении сна. Наиболее изучены в этом отношении препараты валерьяны. Здесь мы можем видеть результаты метаанализа, и мы видим, в какую сторону отклоняется эффект валерьяны по сравнению с плацебо в этих исследованиях. В целом, вот здесь вот вертикальная штриховая линия, она показывает усредненный результат по данным всех этих исследований, и мы видим, что в положительную сторону, в правую, при приеме валерьяны, так сказать, эта линия действительно немножко отклоняется по сравнению с плацебой. Но эффект этот составляет 0,7%. То есть валерьяна на 0,7% эффективнее, чем плацебо в отношении времени засыпания. То есть не отличается фактически. То есть валерьяны — это хорошее плацебо, в отношении сна, по крайней мере. Есть, конечно, настоящие снотворные препараты. Их действие основано на воздействии на определенный рецептор. Это так называемый гамг-А рецепторный комплекс. Гамг-А рецепторный комплекс — это главный тормозной комплекс в головном мозге. И в зависимости от того, из каких частей состоит этот комплекс, вот здесь мы видим альфа-1 субъединица, альфа-2, 3, 5, в зависимости от этого обеспечиваются различные эффекты на функции нервной системы. Это снотворный эффект, миорелаксирующий, противоэпилептический, амнистический, анксиотический, литический, седативный. То есть они конкурируют, да, с рецептором? Вот. Нет, не так. Просто в разных областях мозга, в эмоциональном мозге, например, наибольше представлены альфа-2, 3 субъединицы. И поэтому, когда, например, агонисты или сама гамма-аминомасляная кислота или агонисты этих рецепторов попадают в кровоток, проходят через гематоэнцефалический барьер, они в этих местах, в этих зонах обеспечивают именно седативный, например, или анксиолитический эффект. В то же время, если они по кровотоку и через гематоэнцефалический барьер уже попадают в центры сна, там они обеспечивают снотворный эффект, потому что в центрах сна больше альфа-1 субъединиц содержится в гамма-карецепторах. Первыми снотворными были препараты барбитуровой кислоты и бензодизепиновые препараты. Ну, бензодизепины являются до сих пор наиболее популярными снотворными препаратами. Они, как говорится, бьют по площадям. Они соединяются и с альфа-1 субъединицей, и с альфа-2, с альфа-3-5. И за счет этого они дают очень широкий спектр клинических эффектов. Не только снотворный эффект, но и разнообразные эффекты в других областях. Иногда это полезно. Например, если человек находится в состоянии острого стресса, у него повышен уровень тревоги, он не может заснуть, у него вегетативная лоббильность выражена, здесь нужно действительно максимально успокоить все мозговые центры, которые участвуют в этих физиологических реакциях. Но чаще снотворные препараты применяются все-таки для того, чтобы выспаться только. И здесь вот эти вот избыточные эффекты бензодизепинов не будут полезны. Потому что человек принял снотворный препарат, выспался, наутро он просыпается, у него еще остается миорелаксирующий, противоэпилептический еще зачем-то ему эффект, амнистический совершенно не нужен. И поэтому бензодизепины уступают, и уже давно и уступили на самом деле в большинстве стран, первенство в качестве снотворных препаратам нового класса, так называемым Z-препаратам. Это не бензодизепиновые агонисты того же самого гамка-рецепторного комплекса. Они соединяются только с теми частями этого рецептора, которые содержат альфа-1 субъединицу. Поэтому они не взаимодействуют, например, с эмоциональным мозгом, там нет альфа-1 субъединицы, мало ее, она есть, конечно, а преимущественно с центрами сна, которые содержат много альфа-1 субъединиц, и поэтому они обеспечивают прежде всего снотворный эффект. Это так называемые Z-препараты, золиплон, золпиклон, зольпидем. И они действительно наиболее сейчас широко применяются, например, в зарубежной клинической практике. Блокаторы центральных H1-рецепторов, это антигистаминные препараты первых поколений, когда было обнаружено, что кроме антигистаминного противоаллергического действия, они обладают еще седативным и снотворным действием за счет того, что они неплохо проникают через гематоэнцефалический барьер и действуют на центральные H1-рецепторы в головном мозге. Интересно, что этих рецепторов в мозге не так уж и много, и вот весь мозговой гистамин содержится фактически в одном месте, в области гипоталамуса, здесь показаны, находятся так называемые туберомомилярные ядры, которые имеют огромное количество проекции на все ключевые отделы мозга. И вот такое ничтожное количество, там, по-моему, порядка 40 тысяч нейронов, обеспечивает активацию очень большого количества мозговых образований. Заблокировав эти рецепторы, мы тоже можем получить седативное снотворное действие, но поскольку эти препараты были давно очень разработаны, у них было потом обнаружено и негативные эффекты. Например, у препарата доксиламин есть нежелательные холинолитические действия, поэтому они не рекомендуются к приему больных с сопутствующими заболеваниями, с аденомой предстательной железы, с глаукомой. Тем не менее, у них есть и преимущества. Например, беременным разрешено прописывать в качестве снотворных именно блокаторы центральных H1-рецепторов. И есть третий подход к управлению сном при бессоннице, это воздействие на центры регуляции биологических ритмов. Вот в той флип-луп модели, которую я показывал, вот эти центры биоритмов, они как бы влияют на равновесие, не прямо, а помогая одному из игроков, одному из компонентов вот этой системы, удерживающей функциональное состояние мозга, и, соответственно, если сместить, если повлиять на сами центры регуляции биоритмов, если дать им неправильную информацию, они тоже могут принять день за ночь и перестать помогать, например, системам бодрствования поддерживать уровень достаточный уровень мозговой активации. Эти центры располагаются в двух местах, в супрахиазмных ядрах гипоталамуса и в области шишковидной железы. Шишковидная железа является источником гормона мелатонина, который вырабатывается именно в ночное время, и именно при помощи мелатониновых, производных мелатонина, либо, ну сейчас уже генноинженерный в основном, мелатонин используется. Вот раньше брали из экстрактов шишковидных желез, например, крупного рогатого скота, это вещество добывали. С помощью вот этого препарата мелатонина пытаются воздействовать вот на вот это равновесие между активирующими, синхронизирующими системами мозга. Эффективен ли мелатонин в качестве снотворного? Да, показано, что эффект мелатонина превышает эффект плацебо. Мы можем видеть на данных метаанализа, что в правую сторону смещается равновесие в большинстве исследований, и что как минимум на 7 минут в среднем получается мелатонин оказывается более эффективен, чем плацебо. Есть исследования, где он на 50 минут оказывался более эффективен, чем плацебо. Да, действительно доказано, что препараты мелатонина обладают снотворным действием. Но не во всех случаях. Вот это один из главных слайдов, который я очень люблю показывать. Он демонстрирует, кому лучше всего подойдут препараты мелатонина в качестве снотворных, а кому не подойдут. Здесь проводилось интересное исследование на здоровых добровольцах, когда молодые люди получали либо плацебо, либо препарат мелатонина в дозе 0,3 мг, либо препарат мелатонина в дозе 5 мг. И смотрели, насколько изменится их время засыпания на фоне приема плацебо или того или другого препарата мелатонина. При этом одни из этих добровольцев получали эти препараты тогда, когда концентрация их внутреннего мелатонина уже шла на подъем, на уровень так называемой группы с высоким мелатонином. Обычно секреция мелатонина возрастает с 20 часов вечера и потом неуклонно увеличивается где-то до 2 часов ночи. И вот если в это время им давали снотворный препарат мелатонина или плацебо, разницы никакой не было в эффекте. То есть мелатонин не действовал. Если же с помощью достаточно хитрого протокола их запутывали и они ложились спать тогда, когда у них еще не начиналась выработка собственного мелатонина, тогда они реагировали на мелатонин фактически в любой дозе больше, чем на плацебо. То есть здесь мелатонин играл уже свою роль в качестве снотворного. Отсюда следует очень простой вывод, что препараты мелатонина эффективны тогда, когда собственный мелатонин не вырабатывается. Когда это происходит? Это одно из первых исследований возраст-зависимой секреции мелатонина. Мы видим, что максимальная выработка мелатонина наблюдается в первые годы жизни. В первом году, в три года очень много мелатонина. А потом снижается постепенно выработка мелатонина. И вот где-то в возрасте после 50 лет идет уже провал такой секреции мелатонина. И вот сейчас, например, в британских рекомендациях рекомендуется применять препараты мелатонина для лечения хронической инсомнии как раз у людей старше 55 лет. Потому что у них уже в это время уровень собственного мелатонина очень низкий, и они уже тогда очень хорошо реагируют на внешний мелатонин. А если давать мелатонин подростку, у которого своего мелатонина более чем достаточно, никакого эффекта, отличного от эффекта плацебо, мы не получим. И в заключение я хотел бы подытожить основные положения моей лекции о том, что же такое инсомния, бессонница. Во-первых, инсомния — это диагноз не инструментальный, а клинический. Инсомния — это ощущение. И когда мы говорим с пациентом, мы спрашиваем о его ощущении сна, и мы ему должны верить. И диагностируем на основании ощущения. Да, клинического исследования. Основным механизмом развития инсомнии является мозговая гиперактивация. Наиболее часто эта гиперактивация вызывается психологическими причинами. Поэтому, когда мы беседуем с пациентом, когда мы ищем причины инсомнии, мы большую часть времени посвящаем как раз изучению или поиску именно этих причин. Методом выбора в лечении инсомнии является когнитивно-поведенческая терапия. Это замечательный метод, не имеющий побочных действий, более стойкий, чем применение лекарственных препаратов, ограничивает его применение только его стоимость и отсутствие квалифицированных кадров. Так что это замечательно, но это в будущем. И, к сожалению, 70% инсомнии рецидивируют. То есть, если мы просто назначаем снотворный препарат, если на какое-то время человеку становится лучше, в 70% случаев он снова придет к вам и скажет, что у него сон нарушен. Потому что мы не изменили его неправильных представлений об инсомнии. Поэтому стоит вопрос о... Потому что смотрите с пунктом выше. Смотрите. Либо учиться когнитивно-поведенческой терапии, либо курсами действительно применять снотворные препараты, либо искать новые снотворные препараты, которые можно применять в течение длительного времени. Сейчас уже существуют снотворные препараты 4-5 поколения, мелатониновые агонисты, антагонисты орексиновых рецепторов, которые разрешены к применению в длительный период времени, но, к сожалению, в Российской Федерации пока они отсутствуют. Спасибо большое. В качестве постскриптума я хотела задать вам вопрос и предложить коротко поговорить на тему гаджетов. Потому что сейчас все больше рекомендаций встречается в популярной литературе по поводу того, что в темноте, может, не обязательно в ночное время, в темноте вот эта вот подсветка от гаджетов, она вредна, она в первую очередь плохо действует на сон, на гигиен, это против гигиены сна, рекомендуется ночной режим устанавливать, да, с 10 часов, по-моему, до 7 гаджетов. Вот есть ли клиническая роль у них, у этих устройств, действительно ночью не стоит смотреть почту, тем более в постели. Да, этот вопрос очень часто задается, и на него есть два правильных ответа, совершенно противоположно. Да, влияют, нет, 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 не влияют. Вот почему я и спрашиваю вас. Почему так? Показано, что применение гаджетов, которые дают яркий голубой свет, действительно влияет на секрецию гормона мелатонина. В одном из исследований применение в течение 40 минут гаджета, который дает яркую, который был оборудован еще яркой голубой подсветкой, привело к снижению секреции собственного мелатонина у испытуемых на 20%. Вроде бы влияет, с одной стороны. С другой стороны, мелатонин не является главным веществом сна. Главным для сна является внутреннее спокойствие, состояние психики. Мелатонин — это один из многочисленных помощников сна. Я уже говорил о том, что у людей в возрасте 55 лет и старше фактически нет собственного мелатонина, они секретируются, и они тоже спят. Поэтому снижение уровня мелатонина на 20%, существенно, оно на самом деле никак не повлияет на качество сна. Поэтому, если мы стремимся к какому-то идеалу, если мы хотим достичь наилучшего сна во всех его проявлениях, да, конечно, стоит ограничивать голубую подсветку перед сном. Может быть, даже дело не в мелатонине, а в том, что ты увидишь в этом гаджете и не сможешь заснуть, прочитав какую-то новость. Мы здесь чистый эксперимент не сможем поставить. А если реалистично относиться, то никак не помешает на самом деле голубая подсветка, нормально заснуть. Если все нормально, при прочих равных, что называется. Да, если не смотреть этот гаджет, например, в постели, что является нарушением правил гигиены. О которых вы говорили. Спасибо большое, Михаил Георгиевич. Мы прощаемся ненадолго с вами. Нас ждет еще одна серия нашей трилогии. Редактор субтитров А.Семкин